Студенты МГИМО посетили Казанский университет в рамках программы профориентационной академической мобильности. Мы старались задавать вопросы, потому что темы, безусловно, не могли быть покрыты в такой короткий промежуток времени. Франко-немецкий телеканал «Арте» снял в Казанском университете сюжет для своего фильма о Казани. В нашем собрании огромное количество и изданий, и рукописей, которые создавались и на арабской графике, и на Ян-Алифе или латинской графике. Подведены итоги хакатона, проходившего 13 и 14 мая на площадке СУЗ Айтилицейка ФУ. Участие приняли ученики с 7 по 11 класса. Все взяли задачу, в которой они забирались лучше всего, и выполнили ее на максимум. Из-за этого, я считаю, мы и победили. Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Ариадна Кугушева. Студенты Московского государственного института международных отношений посетили Казанский университет в рамках программы профориентационной академической мобильности. Подробности далее. Знакомство с Казанским университетом началось для студентов Московского института с приветственных слов Музея истории КФУ. Проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский выразил надежду на плодотворное сотрудничество университетов. Я рассматриваю, например, эту программу как программу научно-образовательной дипломатии между двумя университетами. Мы разные университеты, но у нас есть одна общая цель – это подготовка специалистов высокого уровня. Пандемия, она, наверное, сфокусировала наши интересы на внутрироссийской проблематике. И вот эта студенческая академическая мобильность в формате не только образования, но и науки, я думаю, что это тот тренд, который сегодня, в общем-то, очень важен, когда мы привлекаем студентов в научную деятельность. Развитие межуниверситетских отношений позволяет студентам участвовать в совместных культурных и образовательных программах, обмениваться опытом и расширять кругозор. В рамках встречи студентам Московского института провели презентацию магистрских программ Казанского университета, деятельности институтов и студенческого актива. Программы, презентации которых мы были, вызвали очень большой интерес, особенно лично для меня программа по управлению историческим наследием ЮНЕСКО. Мы старались задавать вопросы, потому что темы, безусловно, не могли быть покрыты в такой короткий промежуток времени, поэтому вот то, что касается бизнес, инфраструктуры и развития предпринимательства в республике Татарстан, для нас это было очень интересно. Студенты Казанского университета во время ответного визита в Московский институт посетили лекции и встретились с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антонио Гутерришем. Ариана Кугушева, Фарид Захит Аглы, Универ Ньюс. Франко-немецкий телевизионный канал Арте и продюсерская компания Elephant Adventures побывали в отделе рукописей и редких книг научной библиотеки имени Лобачевского Казанского университета, где состоялись съемки документального фильма, посвященного истории казанских татар. Смотрим. От снятой библиотеки Казанского университета материал повествует о непростом процессе смены графики татарского языка. Задумка режиссера рассказать об этом историческом факте, используя памятники литературы, хранящиеся в университетской библиотеке. В нашем собрании огромное количество и изданий, и рукописей, которые создавались и на арабской графике, и на янолифе или латинской графике, и на кириллице. Фильм будет посвящен истории казанских татар, который будет показан в программе приглашения к путешествию. В конце него зрители познакомят с изменениями, которые происходили в 20 веке в татарской письменности. Сюжет для нашей программы о путешествиях, посвященный татарскому наследию Казани. Название Казани, на самом деле, мы снимали не только в Казани, мы ездили еще в Болгар. Ездили в татарскую деревню в Тетюшинском районе Большой Атряси. Вчера снимали в Кремле и в старой татарской слободе, в мечети Марджани. Вот сегодня пришли сюда. 14-минутный небольшой документальный фильм о татарском наследии Казани будет переведен в начале на французский, затем на немецкий язык и будет показан на франко-немецком телевизионном канале «Арте». Елизавета Никитина, Виолетта Басова, Нивер Ньюс. Подведены итоги хакатона, проходившего 13 и 14 мая на площадке IT-лицея КФУ. Участие приняли ученики с 7 по 11 классы. Все подробности далее. Хакатон, или по-другому марафон IT-специалистов, предполагает разработку программы за определенный срок. Так, учащиеся IT-лицеи разрабатывали микросервис для одного из культурных объектов Казани, а задания были составлены Министерством культуры Республики Татарстан. Сейчас у нас достаточно активно развивается цифровая индустрия, цифровая экономика, цифровая... И все отрасли социальной сферы, они также цифровизируются в этой части. И в этом плане культура не стала исключением. Мы рассматриваем различного рода IT-приложения, как в текущей работе Министерства, так и в работе наших учреждений. Опять же, чтобы это было удобно, понятно, просто. И самое главное, чтобы был отклик и была обратная связь от наших жителей. Ребята разрабатывали сервисы для таких казанских театров, как ТЮЗ, Театр имени Гляска Ракамала и Театр оперы и балеты имени Мусы Джалиля. Катан подразумевает не только решение задач, но и тоже он помогает развивать такие науки, как критическое мышление. В течение 24 часов ребята выполняли задания, где необходимо было создать либо сайт, либо приложение, либо какой-то чат-бот, который помогал бы жителям нашей республики заказывать билеты на спектакли, узнавать последние новости. И с помощью умных помощников они помогли подсказывать им, на какие мероприятия стоит приходить. По итогам Хакатона лучшей была признана команда Амогус, которая реализовала интерфейсы для казанского ТЮЗа в Телеграме, ВКонтакте и приложении театра. У них был только сайт и как бы не хватало, чтобы еще из других мест нужно было заказать билеты и ознакомиться с афишей. У нас все происходило, так сказать, асинхронно. Никто ни от кого не зависел, никто не мог никого подвести. Все взяли задачу, в которой они разбирались лучше всего и выполнили ее на максимум. Из-за этого, я считаю, мы и победили. Отметим, что за первое место команда Амогус получила 50 тысяч рублей. Денежные призы получили и призеры. Диана Шленкова, Виолетта Басова, Универньюс. На подготовительном факультете для иностранных учащихся Казанского университета прошел второй этап Олимпиады для иностранных учащихся подфаков образовательных организаций высшего образования России. Смотрим. Казанский университет проводит такого рода мероприятия каждый год. И они направлены на разные виды речевой деятельности. Иногда это письменная речь, иногда устная. В этом году Олимпиада посвящена устному виду деятельности. Студенты соревновались в своем умении правильно и интересно разговаривать и принимать участие в дискуссии. Первый этап он проходил онлайн, получается дистанционно. Студенты посылали свои видеоролики, в которых они представляли себя. И потом уже жюри отбирало лучших. Если вы набрали более 75% по своей оценке, то вы проходили во второй этап. Стоит отметить, что в этом году увеличилось количество участников Олимпиады. Были поданы заявления от 182 обучающихся из 22 образовательных организаций высшего образования России. Особенность нашей Олимпиады в том, что мы проводим не только Олимпиады по русскому языку для учащихся в подготовительных отделениях российских вузов, но также по предметам специализации. То есть наши слушатели могут попробовать свои силы не только в русском языке, но и в химии, биологии, физике, математике, истории России и общества знания. Олимпиады проводятся с целью повышения качества подготовки специалистов в развитии творческих способностей учащихся. Елизавета Никитина, Фарид Захитоглы, Универньюз. В минувшие выходные в Елабуге учащиеся университетской школы побывали на занятии детского университета. Все подробности далее. Учебный день стартовал с лекций от студентов отделения филологии и истории Елабужского института Казанского университета, которые рассказали об этнических немцах и познакомили детей с яркими представителями этой нации. Это все-таки такие маленькие ступени, маленькие шажки, так скажем, большой жизни, когда дети, они больше познают и больше узнают именно. Не просто так, какие-то сухие факты, а именно включаются в процесс и узнают очень много нового и интересного. Я считаю это очень важным. Также ребята посетили практическое занятие, где узнали, как снимаются мультфильмы из пластилина по технологии Stop Motion и отсняли собственный материал. Мы создавали кадры, и из отдельных кадров получались целые мультфильмы. У меня было наибольшее количество кадров, а точнее 100 кадров. Это было очень забавно. В рамках занятий дети узнали и об основах рекламы, а в завершении дня ребята приготовили открытку по случаю Международного дня семьи. Диана Желенкова, Денис Сипайлов, Универньюс. На этом все. В студии была Ариадна Кугушева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok